Я хотела создать фильм, который был бы красивым, вызывающим, запоминающимся. В картине рассказана история Люси, молодой студентки университета, которая не имеет финансовой поддержки от своей семьи, и поэтому ей приходится согласиться на работу спящей красавицей в частном салоне. Своим поведением она бросает вызов миру и обществу. Я подставила вторую щеку, попробуйте ударить. Это смесь радикальной покорности и тихого безрассудства. Целостность идеи завершает их противопоставление жизненному опыту, который выражается через образы тех мужчин, которые посещают спящую красавицу по ночам. Что вас вдохновило на этот фильм? Я всегда стараюсь точно определить источник своего вдохновения, хотя это не всегда возможно. Но на этот раз я написала сценарий вскоре после смерти своего друга. К тому же я, наверное, никогда не забывала, что значит быть молодой девушкой, еще не почувствовавшей вкуса жизни, когда жизнь перестает иметь смысл. Как проходила работа над фильмом? Моя работа над фильмом началась с создания сценария. Потом мне пришлось искать продюсера, который бы разглядел сущность моей задумки, принял бы сценарий, потому что он не был похож на традиционный, он гораздо короче, всего 66 страниц, и кто бы проявил доверие к моему восприятию будущей картины. Мое внимание к фильму привлек прежде всего сценарий. Он был очень красиво написан и очень отличался от всех тех, которые я читала раньше. Кроме того, героиня – это мечта любой молодой актрисы. Этот образ – полная противоположность влюбленным, послушным простушкам, смешливым подросткам. Я очень обрадовалась этому предложению, потому что оно так сильно отличалось от всего того, что я делала раньше. Чем определялся стиль съемок картины? Выбор стиля съемок, особенностью которого являются долгие планы, определялся желанием создать некоторое ощущение вуайеризма, сделать зрителей невольными свидетелями того, что происходит на экране. Зритель словно подсматривает за персонажами фильма. Как правило, работа над фильмом ограничивается определенным набором правил, принятых в традиционном кинематографе. Однако любое кино прежде всего направлено на человека. Поэтому мы позволили себе отступить от традиции и выбрали стиль съемок с долгими панорамными планами, которые поддерживались игрой актеров, общим ритмом картины и распределением во времени. Когда снимаешь традиционный фильм, приходится ориентироваться на реакцию зрителя. Можно переходить вперед, назад, менять темп, диалоги, если они кажутся недостоверными. Мы же не были уверены в том, что абсолютно все воспримут эту картину однозначно положительно. Когда я предложила этот проект Джеффри, оказалось, что он не делал ничего подобного раньше. Этот проект отличал определенный выбор стилей съемок, в котором традиционные короткие планы сочетались с долгими и отсутствием рамок. Это был настоящий вызов, который не все могли принять. Однако Джеффри с удовольствием согласился попробовать. Какие основные сложности возникают при съемках сцен одним долгим планом? Нам оставалось постоянно держать в голове желаемый результат и молиться, потому что съемки проходили в ускоренном темпе. Каждый день нам приходилось думать о том, как не выпасть из общего темпа, чтобы потом, во время монтажа, не возникло проблем. Джеффри проявил себя очень терпеливым и уравновешенным на площадке, за что я ему очень благодарна. Да, я с удовольствием признаю его заслугу в успехе картины. Это было здорово. Когда работаешь в стиле минимализма, приходится обращать большое внимание на детали. Одна из сложностей выбранного стиля состояла в том, чтобы заставить зрителя воспринять происходящее на экране в полной мере, потому что долгие планы усложняют эту задачу. Удивительно, что делает этот фильм с вашим восприятием времени. В сюжете присутствует много ритуалов, но не стали своеобразным инструментом для нас. В этом заключалась одна из интриг фильма. Кроме того, интересен оказался сам сценарий, подобно которому мне не доводилось встречать раньше. Уникальные персонажи. Я считаю, Джулия проявила отвагу, избрав этот путь. Мне было очень приятно работать с ней. И я пытался передать ее задумку, делая эти долгие планы максимально выразительными и информативными. Очень внимательно относились к тому, что попадает в кадр, к установке света. Мы намеренно снимали на резких контрастах. Наш выбор ограничился мягким, приглушенным светом. Одним словом, мы нарушили практически все правила традиционного кино и вступили на тропу так называемого «опасного кинематографа». Надеюсь, что итог такого непослушания будет положительным. Хочется верить в это. Почему вы выбрали Эмили Браунинг? На роль главной героини Люси я искала актрису с девичьими формами. Попросту говоря, актрису, на которую зрителю было бы приятно смотреть весь фильм. И я считаю, что Эмили обладает необыкновенной, немного странной красотой, которая мне очень нравится. Мне был нужен человек, который сможет создать ощущение легкой холодности и отрешенности. Вместе с тем, это должен быть смелый человек, потому что роль предъявляет к исполнителю много требований. Человек, чувствующий себя комфортно в собственном теле. Эмили удивительно отвечала всем этим требованиям. Она не только прекрасно поняла материал, но и привнесла в этот образ что-то от себя. Мне кажется, Люси немного оторвана от мира, окружающего ее. Поэтому она остается такой пассивной и безучастной ко всему, что происходит вокруг нее. По-моему, ей действительно хочется, чтобы ее использовали. Она находит это забавным и даже отчасти приятным. При этом она в этих ситуациях остается пассивной. Мне кажется, ее возбуждает та опасность, которая кроется за ответом на объявление в студенческой газете о работе официантки в нижнем белье. Этот поступок вызывает внутри нее целую бурь эмоций. Она легко пускается в авантюры, не испытывая страха. Она реалистка, которая хочет жить дальше, независимо от того, что ее ждет впереди. Эмили, как ты нашла свой образ? Мне кажется, внутри каждого из нас живет тот самый непокорный, опасный человек. В ком-то это выражается в большей, в ком-то в меньшей степени. Я постаралась задействовать именно ту часть меня, которую мне было интересно изучить. С другой стороны, воплотить образ Люси на экране было непросто. Она способна взглядом смущать людей. Для меня это было непросто. Мы много репетировали, читая сценарий с Джулией. И в те моменты, когда обычный человек должен смутиться, сломаться, не выдержать, Люси идет дальше, не обращая внимания на реакцию и восприятие людей. Для меня это было непросто, потому что мои природные инстинкты заставляют меня почувствовать смущение или неловкость в подобных ситуациях. А в ней этого нет. Ей плевать на то, что люди подумают о ней. В этом и была основная сложность. Но мы много репетировали с Джулией, что доставило мне небывалое удовольствие. Джулия заставила меня посмотреть 20 разных фильмов с сильными женскими персонажами, что мне очень помогло. К тому же мне пришлось проделать некую исследовательскую работу, что тоже пошло на пользу. Джулия, расскажите нам об актерском составе. На роль Бердмана я с самого начала выбрала Ивена Лесли. На самом деле он участвовал в чтении сценария еще до того, как урегулировали вопрос с финансированием проекта. Мне показалось, что он просто создан для этой роли. Он великолепен. Питер Кэрролл еще один актер, работа с которым доставила мне массу удовольствия. Он один из лучших театральных актеров в Австралии. Наверное, я выбрала его еще потому, что была уверена, он блестяще справится с тем монологом. Я не ошиблась. Как была выбрана Рэйчел Блейк на роль Клары? И в выборе актрисы на роль Клары я стремилась избежать стереотипного представления о вульгарных особых, занимающихся такого рода деятельностью. С другой стороны, этот образ не должен был быть слишком каменным, холодным. Я представляла себе человека, совмещающего в себе элегантность, сдержанность, непреклонность. человека, который может показаться на первый взгляд добрым, но которому не стоит переходить дорогу. Я видела Рэйчел Блейк в Айлдсайде и Лантане. И несмотря на то, что эта роль немного непривычна для нее, по-моему, она отлично с ней справилась. На мой взгляд, эта роль гораздо ближе к ее актерскому амплуа. Я никогда не думала, что отважусь сыграть в проекте, настолько непохожим на все те, что у меня были. Но эта роль превзошла все мои ожидания. Это огромный шаг в сторону от того, чем я занималась обычно. Мне нравится то, что это такое рискованное и опасное предприятие. Наверное, оно близко по духу к моей обычной жизни. Я немного разволновалась. Этот фильм именно та часть моей жизни, которую мне всегда хотелось прожить, но которая раньше вызывала во мне страх. В самом начале мне действительно было страшно, но сейчас я просто счастлива, что участвую в таком безумном проекте. Каково было сделать шаг от написания сценария к созданию фильма? Каким бы странным это ни казалось, но написание романа и создание фильма в некотором роде процессы похожие. Как режиссеру мне приходилось держать в голове фильм целиком. Писатель в какой-то степени работает так же. К тому же этот опыт оставил у меня самые положительные эмоции, и я думаю повторить его и в будущем. Продолжение следует...